Всем привет! С вами, как всегда, я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Я живу в испанской провинции. И у нас здесь по воскресеньям все магазины закрыты. То есть вообще все. Об этом надо помнить, иначе рискуешь остаться один на один с пустым холодильником и голодными детьми. Детей много, и они большие любители наесться хлеба. Поэтому частенько оказывается, что в воскресенье я вынужден печь хлеб. Вообще, возиться с тестом мне нравится. А домашнее хлебопечение позволяет получить такой хлеб, какого в магазинах здесь точно не купишь. Если вам когда-нибудь довелось попробовать настоящего живого хлеба, который минут 20 всего как покинул печь, то вы меня понимаете. Остальным же просто скажу. На мой взгляд, только что выпеченный хлеб вкуснее всей кондитерки вместе взятой. Выпечка хлеба – дело несложное, но не быстрое. И сегодня я вам расскажу несколько важных тонкостей, и покажу, которые позволят вам получить великолепный результат с первого раза. Поехали! Итак, нам понадобятся пшеничная мука высшего сорта, соль и дрожжи. Это обязательные ингредиенты. Опционально – сухое молоко, сахар. И очень желательно – не сладкий, не жирный йогурт. Ну или, по крайней мере, маложирный. Еще понадобятся кухонные весы. Для того, чтобы хлеб всегда получался, нужно его либо печь 2-3 раза в неделю, тогда и на глаз все отмерять точно будете, либо пользоваться мерками. Если с кухонными весами проблем обычно нет, то вот вопрос, как отмерять небольшие количества продуктов, обычно стоит остро. Я для этого дела купил вот такие вот маленькие весы. Штука очень удобная. Вам советую следующее. Покопайтесь в домашней аптечке. Очень часто ко всяким микстурам и средствам от кашля прилагаются колпачки с мерными делениями. В 10 мл помещается приблизительно 11 граммов соли. На пакетиках с дрожжами обычно указано их количество – в граммах. Пересыпьте их в такую крышечку и узнаете, какой объем они занимают. Так вы сможете отмерять необходимое количество продуктов с достаточной точностью. Самый потрясающий хлеб, который я только пек, это был хлеб на закваске. Что такое закваска? Это самостоятельная выведенная культура диких дрожжей, живущая в симбиозе с молочно-кислыми бактериями. Этот их союз дает совершенно потрясающий вкус и аромат. Молочно-кислые бактерии отвечают в хлебе за тонкие-тонкие ароматы молока и очень такую тонкую, практически незаметную кислинку. А дрожжи – за газообразование и, соответственно, воздушность мякиша. Процесс выведения закваски – дело совершенно небыстрое, им занимаются только настоящие энтузиасты хлебопечения. Если у вас нет закваски, то получить вот эту тонкую-тонкую кислинку можно, добавив в тесто немного несладкого, нежирного йогурта. Ну, или, по крайней мере, маложирного. Ну что, начну смешивать все и продолжу болтовню в процессе. Итак, 500 граммов муки, 10 грамм соли и 10 грамм свежих прессованных дрожжей. Дрожжи я просто раскрошу и перетру слегка с мукой, просто для более-менее равномерного смешивания. Теперь добавляю 300 граммов воды комнатной температуры. Точная температура воды в данном случае не важна. Да, теплая вода ускорит работу дрожжей, но нам в данном случае торопиться нет нужды. Начинаю вымешивать. Для хлебопекарных дрожжей оптимальная температура 27-29 градусов. Именно при этой температуре они ведут наиболее активный образ жизни. Сейчас этим вымешиванием я просто распределяю по всему объему муки клетки дрожжей. Вымешивать нужно до тех пор, пока тесто не станет более-менее однородным. Руками это минут 10-7 минут. В этом агрегате, ну, минут 5. Если у вас нет живых дрожжей, воспользуйтесь сухими, но помните несколько правил. После вскрытия пакетика с дрожжами в пакет попадает вместе с воздухом влага. И дрожжи на поверхности гранул выходят из спячки и в условиях отсутствия пищи отмирают. Поэтому храните вскрытый пакетик с дрожжами в холодильнике. Очень плотно запечатанный. А лучше, если он там больше недели пролежал, выбрасывайте его. Так вы, по крайней мере, точно будете уверены, что не на портачестве с выпечкой. И еще, читайте, что написано в упаковке. На какое количество муки рассчитан этот самый пакетик. Ну и действуйте по инструкции. Тесто замесилось. Смотрите, какое оно. Видите, оно слегка липнет к пальцам. Вот такое пусть остается. Накрываю его полотенцем, чтобы поверхность не пересыхала. И убираю в духовку. Там сквозняков нет. Включу лампочку. Ее тепла как раз хватит для оптимальной атмосферы. Если у вас в духовке лампочек нет, можно рядом с тестом поставить кастрюльку с кипятком. Пока вода будет остывать, и температура будет поддерживаться более-менее. Теперь тесту нужно подняться в течение 2-3 часов. Почему я указываю такие размытые временные рамки? Дело в том, что для того, чтобы хлеб получился не просто горячим, а умопомрачительно вкусным, воздушным, ароматным, нужно, чтобы в процессе жизнедеятельности дрожжей в нем развились самые разнообразные, очень богатые ароматы. Поэтому будем ждать. Прошло 40 минут. За время выбраживания тесто нужно регулярно обминать. Примерно каждые 30-40 минут. Дрожжи в процессе жизнедеятельности вырабатывают углекислый газ. В условиях недостатка кислорода они переходят в анаэробный режим, в котором практически прекращают свой рост, выделяют в 3 раза меньше газа и занимаются производством спирта. Спиртовые запахи ухудшают вкус хлеба. Поэтому часто регулярная облинка позволяет из теста удалить весь углекислый газ и насытить его кислородом. В результате дрожжи активно развиваются, растут, переходят в аэробный режим, при этом спиртом тесто не портят. В 3 раза больше, чем в анаэробном режиме. Производят углекислого газа и вообще чувствуют себя прекрасно. Еще 40 минут прошло. Вторая облинка. Видите, как бурно у нас поднимается тесто каждый раз. Это значит, что колония дрожжей у нас развивается очень хорошо. И сейчас займусь созданием ароматического букета будущего хлеба. Добавлю несладкого йогурта, ну, приблизительно половину вот этой чашки, и сахар. Вот этот этап необязательный. Для тех, кто никогда не занимался хлебопечением, я рекомендую начать с самого базового варианта. Пропорции такие. На килограмм муки 20 граммов соли, 20 граммов свежих прессованных дрожжей, ну, или 10-11 граммов сухих, и 600-650 граммов воды. Количество воды зависит от влажности вашей муки. И смотрите по консистенции. Вы видели, какое мы тесто делали сейчас, какое оно было. Вот такого же надо добиваться. То есть оно еще липнет к рукам, еще прилипает к пальцам. Но уже не такое, что облепливает все пальцы полностью, и отлепить невозможно. Вот такое состояние нам нужно. Процесс такой же. Вымесили, оставили на 2-3 часа подходить. За это время 3 раза обмяли хорошенько. И опять убираем на выбраживание. Вторая обминка у нас прошла успешно. После третьей будем формировать хлеб. Прошло еще 40 минут. Еще одна энергичная обминка. Сейчас в тесте набухшие глютеновые цепочки про ролик с рассказом о глютеновом каркасе я говорил вначале склеиваются в длинные нити, образуя сетку и каркас. И тесто становится более упругим. Хватит, пожалуй. Тесто достану, подпылю стол мукой. А этот агрегат уберу, чтобы не мешался. Обратите внимание на тесто. Оно очень мягкое и все еще немного липнет к рукам. Чем более мягкое тесто, тем воздушнее будет готовый хлеб. Поэтому не усердствуйте, особенно с подсыпкой муки. При формировании хлеба можно, чтобы глютеновый каркас натянулся хорошо и хорошенько удерживал форму. Итак, растягиваю кусок теста и складываю его вот так. Опять тяну и опять складываю. Натяжение хорошо ощущается руками. Тесто становится более упругим. Хлеб я сегодня буду выпекать в форме. У меня есть вот такая для кексов. Я ее выстелил бумагой для выпечки. Перекладываю будущую булку в форму защипом вниз. Теперь накрываю полотенцем и оставляю на 60-70 минут. Эта часть называется расстойка. Теперь тесто будет подниматься в изделии. Тесто очень чувствительно сквознякам. Тут нет никакой мистики, типа оно живое. Все очень просто. Сквозняки очень быстро подсушивают поверхность теста, образую на нем такую плотную корочку. Это отрицательно сказывается на внешнем виде изделия. Расстойка теста должна происходить приблизительно при той же температуре, что и выбраживание. То есть те же самые 28-30 градусов. Под полотенцем, без сквозняков. Выпекать будем в духовке при температуре 210-220 градусов. Ну, примерно. Хорошо бы ее предварительно нагреть. Я примерно за полчаса до выпечки включаю. Смотрите, как поднялся хлеб. Осталось обрызгать его водой и посадить в печь. Как только тесто попадает в духовку, из высокой температуры его поверхность начинает высыхать, образуя плотную корочку. И одновременно те пузырьки воздуха, что есть в тесте, от нагревания начинают расширяться, пытаясь увеличить объем теста. Если корочка образуется до того, как эти пузырьки поднимут тесто, то либо корочка треснет некрасиво, либо тесто не сможет подняться. Поэтому я и обрызгал ее водой, чтобы она медленнее образовывалась. Поэтому и воду в духовку выплеснул. Чем более влажная атмосфера внутри духовки, тем медленнее образуется эта корочка. Итак, хлеб у меня выпекался в этой моей новой форме почти 45 минут. Сейчас он еще достаточно влажный. И если я начну его резать прямо сейчас, то мякиш будет липнуть к ножу. И сам мякиш пока еще немного влажноват. Надо дать хлебу остыть так, чтобы он рук не обжигал. За это время лишняя влага уйдет, и мякиш станет гораздо более легким и воздушным. Давайте смотреть, что получилось. Слышите, как хрустит? А запах? Просто обалденный! Вкус! Не передать словами. Вы все видели? Не очень быстро, но очень просто. Как только приноровитесь к своей духовке и к своей муке, в этот хлеб перед формовкой можно добавлять самые разные штуки. Помидоры. Ну, естественно, завяленные. Тыквенные семечки. Оливки. Черные или зеленые. В общем, простор для фантазии просто немыкновенной. Если понравилось, не поленитесь поставить лайк. YouTube это видео повыше в листах выдачи выдаст. Побольше народу его увидит. Соответственно, больше народу хлеб начнет печь. Новые зрители, загляните в описание видео. Там есть ссылки на другие страницы кулинарной пропаганды. Я далеко не все свои рецепты снимаю на видео. Очень много публикуется с фотографиями и описанием. Может, что-то интересное для себя увидите. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok